Все ветераны и инвалиды войны до 9 мая должны быть обеспечены жильем. Такое поручение дал губернатор. Профильные чиновники уже почти завершили выполнение задания. Во вручение очередного сертификата на приобретение квартиры приняла участие наша съемочная группа. По поручению губернатора, чтобы до 9 мая все ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды получили жилые помещения, те, кто нуждается, я как раз исполню это поручение. Вручить вам именное свидетельство о предоставлении необходимой социальной выплаты. С праздничной миссией министр строительства области отправляется в дома к ветеранам. Повод для визита – вручение именного сертификата. Махмуд Азизов давно ждал такого подарка. Он с супругой живет у дочери. Семья хоть и дружная, но большая. Частенько под одной крышей им всем бывает тесно. Получив сертификат, будет искать собственную квартиру. Очень приятно, конечно, если найдем на эту сумму. Это же ясное дело. Все-таки нам в тесноте надоело уже. У нас 7 человек, 6 прописано. Дочь, то есть внучка еще с детьми. Сегодня перед чиновниками стоит задача обеспечить всех ветеранов и инвалидов войны собственным жильем. Каждый из них получит именной сертификат. Средняя сумма – миллион рублей. На него можно приобрести либо частный дом, либо квартиру. Мы раздаем индивидуальные сертификаты на приобретение такого жилья. У нас на сегодняшний день было 42 инвалида и ветераны Великой Отечественной войны. Должны получить до 9 мая. Уже 30 сертификатов мы таких выдали. Сегодня выдаем еще два. И остается нам еще 9 сертификатов. За несколько дней до юбилея Победы предстоит вручить оставшиеся сертификаты на покупку квартир. После празднования 9 мая в Саратовской области все ветераны будут обеспечены собственным жильем. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.